Большое видится на расстоянии. Эти строки стихотворения Сергея Есенина были написаны давно, но применимы и по сей день. Особенно для правильного понимания творческого проекта «Человек и время», который автор, художник Сергей Костюк, создавал несколько лет. Сюда вошли работы, написанные как шесть лет назад, так и те, что были созданы в прошлом году. Как видно из названия, в центре человек. Человек как личность, человек как социум, в целом как наше человечество. Мне очень интересно изучать человека как изнутри, так снаружи. Ну и время, оно воспринимается здесь в более широком смысле, как время историческое, космическое, как время, наша современность. На выставке представлено 55 ярких работ, а сам проект включает около 100 произведений, выполненных в основном техникой «Масляная живопись». Кроме того, есть несколько экспериментальных картин, где присутствуют мех, металл, дерево и другое. Многие из них большого формата, поэтому все вместить в выставочном зале по улице Советской не получилось. Выставка, которая сегодня презентована в этом замечательном выставочном зале, она очень необычная и очень интересная. И в таком, наверное, направлении экспрессионизма, наверное, экспрессии. И она попала в такой, наверное, тренд. Последние выставки, которые здесь презентовались, они тоже были в этом направлении. И это какой-то, наверное, своеобразный интерес посетителям, конечно, вызывает это направление. Люди приходят, это очевидно, это заметно. Но при этом в ней есть свой такой неповторимый вкус и своя атмосфера. Атмосферность этой выставки, я думаю, вы сами тоже прочувствовали, глядя на эти глубокие, интересные, замечательные работы. Брещанам произведения кобринского художника известны давно. Его персональные выставки не первый раз проходят в областном центре, а работы надолго остаются в памяти горожан. Данная выставка, я думаю, что очень привлечет зрителя, потому что она сочная, яркая, необычная техника у него, видение мира свое, особенное. И что-то немножечко, может быть, и отшагало есть. У многих работ нет названий. Автор предпочитает, чтобы зритель потрудился и нашел свой смысл в буйстве цвета его работ. Возможно, художники сам ищут эти смыслы.